В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Увековечить память. На рабочем совещании Городской Думы обсудили установку памятника погибшим испытателям. Миллион Росатом и Саров принимают участие в конкурсе среди городов атомной отрасли. Береги пешехода, сотрудники госавтоинспекции и волонтёры провели профилактическую акцию. Далее расскажем обо всём подробно. В Городской Думе состоялось рабочее совещание по выбору места для установки памятника погибшим испытателям. Напомним, что трагедия произошла в августе этого года. На военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки прогремел взрыв. Погибли пять сотрудников в НИЭФ. Идея об установке мемориала погибшим инженерам-испытателям возникла сразу. Инициатором выступил коллектив ядерного центра и предложил главе города рассмотреть пять мест, где можно увековечить память погибших сотрудников. Предложения обсудили на рабочем совещании. На повестке заседания были сквер на перекрестке улиц Садова и Павлика Морозова, верхняя площадка лестницы Миру Мир, сквер по адресу Музрукова, 10, сквер за Центром культуры и досуга и переименование улицы Железнодорожной в улицу Испытателей. На заседании присутствовали представители Департамента архитектуры и градостроительства и сотрудники ядерного центра. После детального рассмотрения каждого места было принято решение оставить для дальнейшего обсуждения следующие объекты. Сквер за Центром культуры и досуга, площадка возле Музея ядерного оружия и третья территория около Дома ученых. Предложения будут направлены директору ядерного центра. Они со своей точки зрения уже это все рассмотрят. Ну, наверное, я думаю, что совместно с нашим архитектурным управлением проработают этот вопрос и уже конкретно будет выбрано из трех какой-то один участок. Может быть, и еще что-то появится. Мемориал должен быть установлен в августе следующего года, годовщине гибели сотрудников ядерного центра. К другим новостям. Помоги городу выиграть миллион рублей с помощью телефонного приложения. Саров принимает участие в конкурсе среди городов атомной отрасли «Миллион Росатома», организатором которого выступает Госкорпорация. Что необходимо сделать для участия и на что можно будет потратить деньги в случае победы, расскажем далее. «Миллион Росатома» – один из самых массовых конкурсов Госкорпорации. Он проводится с 20 августа по 20 сентября в 20 городах атомной промышленности России в рамках социального проекта «Росатом вместе». Его цель – вовлечь жителей городов в присутствие Госкорпорации в вопросы и проблемы социального развития территорий. Это потрясающий конкурс, потому что наша Госкорпорация не просто заботится о людях, а заботится еще и о среде их жизни. То есть о городах и их пребывании. И выделяет деньги не только на работу, но еще дает возможность людям самим выбирать, на что потратить деньги. Но не просто дает, а дает их активным людям, тем, кто готовы бороться за то, чтобы и город развивался. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, достаточно иметь под рукой смартфон и 15 минут свободного времени. В случае победы потратить выигрыш город сможет на образование, медицину, досуг, предпринимательство, обустройство городской среды, экологию, культуру или спорт. Голосование проводится в приложении «Гражданин страны Росатом». Все очень просто. Скачивается приложение, и в этом приложении нужно просто выбрать, что вы хотите, чтобы развивалось в вашем городе, и предложить, как вы готовы сами поучаствовать в этом развитии. Конкурс проходит в несколько этапов, и на первом этапе, который идет сейчас, необходимо, чтобы участие в голосовании приняло более 10% жителей нашего города. Потому что если нас будет меньше, наш город просто вылетит из этого конкурса. И не менее 10% из проголосовавших должны ответить на вопрос, чем я готов помочь своему городу. То есть результат конкурса напрямую зависит от активности жителей. Приложение «Гражданин страны Росатом» можно скачать и в App Store, и в Google Play. Когда Максим Нихаев узнал о конкурсе, не смог остаться в стороне. Скачал приложение, выбрал интересующую сферу и оставил комментарий, на что необходимо потратить миллион. Я голосовал за сферу досуг, детский досуг. То есть я предлагаю создать новые площадки для детей, для того, чтобы они отдыхали, развивались и получали большое удовольствие. Я хотел бы старый район немножко усовершенствовать. Это Силкино, озеро Боровое. Вот этот район, я считаю, что Остров нуждается в новых площадках. Хороших, качественных, современных новых площадках. Второй этап голосования пройдет с 1 по 31 октября. В нем жители города смогут определить направление расходов 1 миллиона в рамках той сферы, которая была выбрана на первом этапе голосования. Но до него нужно еще дойти. А для этого необходимо уже сегодня скачать приложение и принять участие в голосовании. Потому что именно ваш голос может стать решающим. 20 сентября в Саровском драматическом театре откроется 71 сезон. Первый спектакль под названием «Русский медведь» поставил московский режиссер Сергей Кутасов. Вместе с актерами и другими работниками театра он расскажет о богатой американке Лен и русском медведе, иммигранте Алексе. Это смешная и сентиментальная история о родителях, скучающих по занятым своей жизнью детям. Об одиночестве и любви для зрителей старше 16 лет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 24 сентября в Сарове пройдет прямая телефонная линия по вопросам антикоррупционного просвещения. На вопросы горожан ответит начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Саров Андрей Алексеевич Хуторной. Звонки будут принимать по номеру 60568 с 4 до 6 часов вечера. Центр развития культуры и искусства приглашает семейные пары, которые в этом году отмечают круглую дату совместной жизни к участию в празднике «Союз сердец и судеб». Заявки будут принимать до 16 октября, а сам праздник пройдет в Доме молодежи 30 октября. Более подробную информацию можно получить по телефону 53210. Саровчан приглашают принять участие во всероссийской акции «Кросснация-2019». Спортивный праздник пройдет день бега 21 сентября на улице строителя Захаровой и стадионе «Юниор». Первыми свои силы попробуют воспитанники детских садов. В 9 часов утра для ребят устроят забег на 500 метров. Затем на старт выйдут военнослужащие, школьники и студенты. Массовый забег на дистанцию 2019 метров, в котором смогут принять участие все желающие, стартуют в 12 часов. Подведены итоги регионального этапа третьего всероссийского конкурса «Школа-территория здоровья». Его цель – это привлечение внимания учеников и педагогов к вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Педагоги школы-интерната номер 9 отмечены в номинации «Лучший конспект тематического занятия». Победителем областного этапа стала Татьяна Комарова, призером Ирина Лутикова. Татьяна Комарова второй раз участвует в конкурсе «Школа-территория здоровья». Около года педагог занималась проектом, в рамках которого проводилось тематическое занятие «Незнайка в царстве зеленых великанов». Урок признали лучшим на региональном этапе. В игровом формате ребята познакомились с растениями, которые располагаются на территории интерната. Научились определять возраст деревьев по диаметру ствола и ухаживать за березой, кленом, дубом и липой. Ребята познакомились с каждым деревом, посмотрели, какие изменения весной с ним происходят, с этим деревом. Научились ухаживать за деревьями, познакомились с живыми организмами, которые помогают деревьям весной и вообще на протяжении круглого года. Поговорили о значении этих деревьев, а также заполнили паспорта каждого дерева. Ирина Лутикова представила на конкурсе внеурочную программу «Лес и стала призером». В комнате психологической разгрузки педагог регулярно проводит занятия с использованием музыкальной, дыхательной, аромы и пескотерапии. Хотелось детей привлечь, замотивировать к изучению темы лес, обитателей его. Различные были виды деятельности у нас, мы и по дорожке ходили, и с песком занимались, и в бассейне было у нас упражнение. То есть различные стимуляторы были задействованы в занятии для того, чтобы все каналы восприятия были включены в работу. Материалы по занятию «Незнайка в царстве зеленых великанов» Татьяны Комаровой отправили на федеральный этап. До 7 ноября жюри определят лучшие методические наработки всероссийского конкурса «Школа территория здоровья». Сотрудники ГИБДД совместно с волонтерским отрядом политехнического техникума именем Узрукова провели профилактическую акцию «Береги пешехода». Ее цель – напомнить и водителям, и пешим участникам дорожного движения о правилах безопасности на дороге. Подробности в следующем репортаже. С начала этого года в нашем городе произошло 22 ДТП с участием пешеходов. Среди них было 8 детей. В этих авариях 21 человек получил травмы различной степени тяжести. Один погиб. Из 20 наездов на пешеходов 8 дорожных транспортных происшествий произошло именно при переходе проезжей части по пешеходному переходу. Акцию провели на регулируемом перекрестке улиц Московская и Зернова. Этот участок признан одним из самых аварийных в городе. В том числе здесь происходили и наезды на пешеходов. Чтобы предостеречь людей и напомнить им о важности безопасности на дороге, волонтеры раздавали листовки с правилами. Изюминкой акции стало появление ростовой куклы «Черного кота», который переводил горожан по пешеходному переходу и рассказывал о том, как не стать жертвой ДТП. Нужно прежде всего смотреть по сторонам, когда ты переходишь в проезжую часть. Нужно смотреть на какой сигнал суток, когда ты по дороге переходишь. Ну и обязательно быть заметным на дороге всем на время суток. Волонтеры, студенты техникума не первый раз принимали участие в акциях ГИБДД. Они считают, что никогда не лишнее еще раз напомнить горожанам, что автомобиль – это средство повышенной опасности. И садясь за руль, нужно быть предельно внимательным и осторожным. Но и пешеходам не стоит забывать о безопасности. Особенно такие акции, по мнению студентов, полезны детям. Дети, они все воспринимают лучше в игровой форме, и тем самым они заинтересовались. И, мне кажется, они запомнят это надолго. Сейчас сотрудники госавтоинспекции совместно с волонтерами начали подготовку к новым акциям в рамках месячника по безопасности дорожного движения, который пройдет в октябре. Одним из главных направлений следующих проектов станет популяризация световозвращающих элементов в темное время суток. В рамках всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» в Темникове прошел фестиваль «Малая жемчужина России». Гостей ждали выставки, ярмарки народных ремесел, дегустации продукции местных производителей, выступления творческих коллективов, мастер-классы. В очередной раз Темников пригласил жителей республики и соседних регионов окунуться в культуру Мордовии. В этот раз погрузиться в атмосферу 19 века помогали школьники в костюмах купцов и дворян. Для гостей подготовили насыщенную программу, которая познакомила их с этническими и национальными особенностями старейшего мордовского города. Фестиваль проводят на второй год подряд для того, чтобы, ну скажем так, показать, что малые города не существуют и на самом деле здесь живут самые искренние люди, которые верят в свой город и хочется сохранить традиции, которые начинали наши предки. На территории фестиваля расположилась выставка-ярмарка продукции местного производства. Темниковцы демонстрировали богатый урожай, который удалось собрать в этом году. Гости познакомились с мордовской, русской и татарской национальной кухней. Атмосферности и колорита добавили выступления артистов. Краснослободский ансамбль «Родничок» подготовил для фестиваля 13 вокальных номеров с театрализованной частью. Солистка Екатерина Шестакова считает, что важно обращать внимание на культурное развитие малых городов. В Краснослободске были такие храмы, были такие церкви, к сожалению, в 30-е годы они потерпели крушение. К сожалению, это коснулось не только Краснослободск, темников, вот этот старейший город Мордовья тоже, тоже его коснулось. Но, к счастью, повернулись лицом к религии, к памятникам народной культуры. На ярмарке проводились разнообразные мастер-классы. Умельцы учили бисероплетению, вышиванию и созданию кукол. Саровские ремесленники лепили игрушки из глины. Темников не только сохраняет самобытность и историческую ценность, но и развивает новую инфраструктуру города. В центре благоустраивают аллею Славы, сквер Молодоженов и парк имени Адмирала Ушакова. Все это создается для комфорта местных жителей и гостей района. Что-то надо делать, чтобы оживить жизнь в таких городах. Искать какие-то точки роста, сохранять традиции. Здесь делать город комфортней, благоустроенней. Вот тогда люди будут в городах маленьких оставаться. И тогда будет здесь развиваться промышленность, производство, ремесленничество разного рода. После развлекательной части фестиваля «Малые жемчужины России» состоялся круглый стол, где поднимались вопросы развития российской глубинки. Представители районов Мордовии и соседних регионов обсуждали увеличение потенциала и способы привлечения туристов. Акцент сделали на взаимовыгодных отношениях. Помощь друг другу, обмен опытом и идеями даст толчок в развитии малых городов. Взглянуть на мир через объектив камеры предлагают саровчанам в Дворце детского творчества и приглашают всех желающих принять участие в фотоконкурсе «Краски лета». Лучшие работы городского конкурса будут направлены для участия в региональном этапе проекта «Детство. Творчество. Родина». О том, кто может стать участником фотоконкурса, номинациях и сроках приема работ, расскажем далее. В этом году работы на конкурс «Краски лета» будут приниматься по нескольким номинациям. Пейзаж, портрет, жанр, дары лета, загадочный мир животных, зеленая планета и «Лето – это маленькая жизнь». Чтобы стать участником конкурса, нужно принести распечатанную фотографию, или черно-белая она будет, или цветная формата А4. И записанные они должны быть также на диск. Конкурс «Краски лета» во Дворце детского творчества проводится традиционно. Здесь совсем не важно, профессионал вы или просто любите фотографировать. Главное, чтобы снимки были качественными и передавали атмосферу места. Оценивать участников конкурса будут лучшие фотографы города. Будут оцениваться, что правильно должна быть оформлена работа, на обратной стороне должно быть небольшое краткое содержание, где это сделано работа, что и на ней изображено. Также должна она соответствовать заданной теме положение. Победители работ, которые приняли участие, мы отправляем в Нижний Новгород для дальнейшего участия в конкурсе «Детство творчества Родины». В этом году принять участие в конкурсе смогут воспитанники детских садов, школ, студенты, семейные коллективы, а также руководители и воспитанники учреждений дополнительного образования. Творческие работы можно принести во Дворец детского творчества в кабинет номер 38 до 25 сентября. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин